В закрытом акционерном обществе струнные технологии, который разрабатывает транспорт будущего, огромное внимание уделяется самым прогрессивным методам организации трудового процесса, что естественно. Приведу лишь один небольшой пример. Не так давно в работу компании был внедрен пакет продуктов Abacus Unified FEA, разработки DASO System. Приложение Simulia, к которому он относится, обеспечивает абсолютно реалистичную симуляцию, ускорее процесс оценки материалов, а также их долговечности, безопасности и прочих характеристик. Тем не менее, даже в создании технологий завтрашнего дня невозможно обойтись без проверенных временем методов, с которыми мы не часто имеем возможность вас познакомить, тем более, что в нашей деятельности их практически не осталось. Но тем интереснее, я думаю, будет узнать, что даже при разработке этого высокоскоростного юнибуса, способного передвигаться со скоростью 500 км в час, использовался так называемый посадочный макет. А все дело в том, что лишь с его помощью выясняются вопросы, связанные с организацией внутреннего пространства, или, иными словами, интерьера транспортного средства. Внешне посадочный макет может быть совсем не похож на разрабатываемое транспортное средство, но его внутреннее пространство в точности соответствует всем чертежам. Отправной точкой для его постройки служит чертеж внутренней планировки кабины. На основании этого чертежа и эскизной компоновки транспортного средства и проектируется каркас макета, который учитывает все основные особенности конструкции. Автомобильные промышленности на крупных предприятиях, которые делают именно легковой транспорт, где это такая технология допустима. Один к одному макет просто предварительно фрезеруют из пластилина. В общественном транспорте более, я считаю, на первом месте все-таки эргономика, это удобство человека. Задача макета — это следующий этап проверки правильности наших рассуждений. И если на этапе моделирования мы посадили манекен в среду, но разные нюансы, тонкость мы можем проверить более точно в реальном макете. Конструктор Женя Протасевич, он разработал уже полностью эту конструкцию, то есть то, что у меня это просто как бы больше визуализация, а тут уже разработано именно весь конструктив, кронштейны, сборка, все это продумано вплоть до колесиков, как этот макет, чтобы можно было перетянуть по производству. Был такой конструктор в детстве, поэтому идея на поверхности, и я подумал, что можно сделать такой набор, который легко произвести прямо у нас на производстве, прямо из фанеры какой-нибудь, ну, что-нибудь из дешевого материала, напилить заготовок и собирать. Вначале один макет, потом разобрали, чтобы не выкидывать ничего, он просто разбирается и собирается в другой, который, ну, там, следующее нужно. Это так называемый посадочный макет одного из наших перспективных транспортных средств, в частности, это вагон подвесного транспортного средства, у которого, мы надеемся, будут огромные перспективы. Необходимо быть на 100% уверенным, что здесь все так, как было задумано. Это можно понять только, находясь внутри, посидеть, походить, потрогать. Это как детский конструктор. Мы можем переставить здесь любую панель, изменить наклон стен, изменить дизайн, изменить проемы. Для того, чтобы, находясь внутри, мы нашли оптимальное решение. Потому что этот прием используется практически всеми производителями любого транспортного средства, что кораблей, что самолетов, что автомобилей. Посадочные макеты всегда делаются в масштабе один к одному, естественно. Можно, правда, сделать половину макета, но здесь мы решили выполнить полноразмерный макет. Здесь даже вот видно на этом макете, что левая и правая сторона несколько отличаются. То есть это один из вариантов поиска оптимального решения. Точно так же и по рассадке пассажиров. Это уже, ну, наверное, третий или четвертый вариант салона. Фокус-группа при принятии решений будет смотреть и искать наиболее оптимальное расположение вот этих элементов. Ну, естественно, это все для того, чтобы было потом удобно окончательному пользователю. И потом при проектировании уже окончательным этого вагона эти элементы, которые одобрит наша фокус-группа, они станутся без изменений здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok